Прошло чуть больше недели с дня, когда был введен режим чрезвычайной ситуации в Непале. По-моему, девятый день сейчас идет всеобщего карантина. Мы находимся в похоре до сих пор. В принципе, здесь так же спокойно, как и было. Тут какие-то небольшие события, типа этих собачек, случаются. Вот, значит, транспорта нет, и ему нельзя двигаться ни автобусом, ни самолетом. Местные жители и все приезжие, и все, кто находится в Непале, должны сидеть дома, самоизолироваться, соблюдать социальное дистанцирование и все такое прочее. Выходить можно только в магазин или в аптеку, но местные жители вот так вот небольшими группками собираются, что-то там сидят, обсуждают. В принципе, никто им не запрещает и никто не гоняет. На улицах пусто, потому что все магазины закрыты, все там кафешки, рестораны, и за этим следит полиция. Вот, но в принципе ходить не запрещает, но народ не толпится. Соответственно, все, наверное, немножечко как-то стремно насторожены по поводу того, что можно там заразиться, заболеть и так далее. То есть местные как-то довольно к этому серьезно отнеслись. Я думал, что на самом деле вообще никто не будет соблюдать и будут там гонять всех палками. Вот так выглядит улочка. Здесь два магазина, которые разрешили быть открытыми. Те, кто уехал в Катманду, у них там своя история в этом смысле, что там большой город, больше плотной застройки и вообще население. И поэтому люди там сложнее, в общем, переживают вот эту историю, что нельзя перемещаться, куда-то ходить. Здесь полиция там строже следит за перемещениями, там местные тоже как бы уже, как во всех странах, разделились на два лагеря. Кто-то там уже на иностранцев косо посматривает, как на источник заразы. И мы как бы не жалеем, что пока не уехали. Потому что здесь это все попроще переносится. Вот мы выходим раз в день в магазин. Заодно и такую небольшую прогулку совершаем. Магазинов несколько открытых. То есть, в принципе, у нас нет проблем с водой, с едой, с какими-то базовыми вещами. Какого-то дефицита товаров тоже пока не наблюдается. Сложно сказать, что он возникнет в ближайшее время. В целом, по Непалу ситуация эпидемиологическая хорошая, потому что всего пять случаев подтвержденных заболеваний. Один человек выздоровел уже, четверо находятся под наблюдением. Есть, конечно, всякие размышления и слухи на тему того, что тут недостаточно тестов и вообще медицинских ресурсов, чтобы проводить какие-то массовые тестирования и выявлять потенциальных носителей заболевших. Но в то же время в госпиталях нормальная обстановка, спокойная, несмотря на то, что госпиталей немного. Но никаких обострений нет, то есть нет наплыва людей с сезонными там какими-то респираторными заболеваниями или какими-то хроническими. То есть все очень спокойно. И, может быть, этому способствует еще что-то здесь уже в принципе тепло, даже уже жарко. И по каким-то там, ну вот, одним из данных, да, вирус этот текущий не очень долго живет на поверхностях, когда в жаре, короче, он не живет, вот, если проще сказать. На данный момент до 8 апреля он официально анонсирован, и до 15 апреля изоляция внешняя, то есть не летают закрытые границы там для авиаперелетов и наземного сообщения. Вот, если все будет по плану, то 8-го внутренний локдаун отменят, а 15 апреля откроется страна. Ну и тогда вообще возобновятся коммерческие рейсы, и, может быть, даже немножко туристического сезона еще случится все-таки в этом году. Ну вот, отошли еще чуть дальше от нашего туристического района, где очень тихо, ну совсем тихо. И здесь уже немножко людей побольше. В общем, местные шутят, гуляют с детьми, аккуратненько дистанцируются на них сильно далеко, чтобы не потерять свои семейные связи. Так выглядит похоро на пике эпидемии карантина. Люди гуляют на крышах, кто не хочет уходить на улицы. Даже транспорта стало больше, потому что первые дни прям вообще было очень-очень тихо. Все, наверное, как-то больше боялись. Но опять же это связано с тем, что новых каких-то там вспышек и зарегистрированных случаев, в общем-то, нету, и все в относительной безопасности себя чувствуют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok